В митинге памяти погибших бойцов Национальной гвардии приняли участие родственники солдат, молодые бойцы части 6506 и те, кто не понаслышке знает, что такое война. Ветераны боевых действий в Афганистане и защитники таджикско-афганской границы. 7 апреля день гибели 17 бойцов казахстанской роты на протяжении двух десятилетий отмечался в Южном Казахстане. Теперь же эту дату чтут и во всей республике. В 1995 году, 7 апреля, защищая таджико-афганскую границу, в ходе шестичасового боя погибли наши солдаты, бойцы сводной седьмой роты. Эту дату мы отмечали ежегодно здесь, в нашей области, но вчера, 7 апреля, был объявлен Днем Мужества. И теперь этот день будет отмечаться по всей республике. Во всех школах, где учились погибшие бойцы, будут установлены мемориальные доски, а в классах пройдут патриотические мероприятия. 7 апреля 1995 года боевики из таджикской оппозиции напали на колонну сводной казахстанской роты в Пшиховарском ущелье. Тогда в неравном бою погибло 17 военнослужащих, еще 33 было ранено. Это были самые большие потери, понесенные подразделениями казахстанской армии в одном бою. Мать погибшего в том бою Калмахана Бакпаева вспоминает, что до последнего дня сын скрывал, куда отправляется служить. «Мой сын отслужил в армии два года, а вернувшись, стал снова собираться в поездку. Сказал, что едет просто в командировку по делам. Потом учителя школы, где он раньше учился, мне сказали, ваш сын уходит защищать границу от душманов. Мы его торжественно проводили, но я тогда не поверила. Спросила у сына, а он сказал, что учителя пошутили. Он ушел в армию, и я ждала от него письма, а через месяц мне сообщили, что он погиб». Всего в противостоянии боевикам в ходе миротворческих операций за 8 лет с 1993 по 2001 год на таджикско-афганской границе погибло около полусотни казахстанских военных. Многие получили ранения. За это время в республиканском отдельном сводном стрелковом батальоне впоследствии переименованном в Казбат службу прошли более 8,5 тысяч человек. И теперь у них есть своя памятная дата. Даня Архудайбергенов, Амонтая Улибеков, Ербал Макашев, информационная служба телекомпании отрар.